Так, ну Kingdom Come просили, ну поехали. Беги 18. Священная Римская империя 1403. Добро пожаловать. Вы, кстати, знали, что Священная Римская империя и Италия, это вообще разные вещи, оказывается. Я думаю, что Римская, она, потому что, ну, она как бы состояла из римлян и находилась в Италии, а оказалось, что это вообще даже что-то не то, но я не понял, что это. Я много об этом думаю, но до сих пор могу понять, что это такое. Уникальной ролевой игры с открытым миром и грандиозной кинематографической историей. Грандиозная история, конечно, в первой части. Украли меч, побегал, полупил половцев, конец. Говорит, лучше б***йте, но не вешайте. Курвы, б***ь, сыны, сук, шлюх, проституток. В роли молодого парня Генри вы отправитесь в незабываемое путешествие по прекрасному ножеству. Кстати, вот говорят, что женщины, когда занимаются сексом со своим мужчиной и в отношения с ним вступают, они меняются даже не только в плане характера, перенимают какие-то его черты, но и меняются внешне. Я думаю, все заметили, что Генри стал похож на Птачика ко второй части. Да, это не просто так. В роли молодого парня Генри вы отправитесь в незабываемое путешествие по прекрасному, но жестокому миру позднего Средневековья. Не знаю, мне кажется, это какое-то странное какое-то дерево. Я такого никогда не видел. Радует то, что графика по-прежнему на кончике пальцев, так сказать. На кончиках пальцев. Я до сих пор считаю Kingdom Come первой. Одной из самых красивых в графическом плане игр до сих пор. Она вышла, хрен знает когда. Но на мощном компьютере, на ультра-настройках, это просто конфетка. Так как то, какая там природа. Можно сейчас прямо издавать вторую часть вообще без изменений. Это все равно будет топ-1 на рынке. Наша задача в этом квесте — найти двух вооруженных людей, Граньёка и Аду, и завербовать их в повстанческую оперативную группу, частью которой является Генри. С группой талантливых преступников и жестоких пьяниц вы вот-вот развяжете партизанскую войну против Сидизмунда, узурпатора Богемского престола. Благодарю за поддержку канала Хайлайтов моего партнёра, который, к слову, признан компанией года в своём сегменте. Мои друзья не только способствуют выходу роликов на этом канале, но и дарят множество интересных акций и предложений для фанатов футбола, баскетбола, хаккея, киберспорта и других видов спорта. Узнать обо всём самым вкусным вы можете в моём Телеграм-канале по ссылке в закреплённом комментарии. Блин, чуваки, я в этом году первый раз на лошади прокатился. Едить — это страшная херня. Ну, не лошадь сама, а на ней сидеть. Она очень высокая. Там реально надо держать прям равновесие, потому что она скачет, и ты типа, блин, сидишь такой. А её, оказывается, я всегда думал, что она лошади. Ты держишься за что-то твёрдое. Ну, не знаю, за саму лошадь, за седло, хер там. Вот просто за поводок, который у неё из зубов идёт. Ещё им рулить надо. Причём рулить в противофазу. То есть, если ты хочешь направо, то ты как бы поворачиваешь направо, но ногой её, типа, подсаживаешь налево. Бля, я просто... Я просто охерел, насколько это сложно. Никогда больше на лошадь не залезу. Но в игре, именно вот в этой, наверное, вот в РДР 2 и Кингдом Каме, наверное, самые крутые лошадиные поездки. Идём, спросим о нём местных. О! Да, прибудет с тобой Господь. Ну всё, ну кайф. Что привело тебя сюда в такую раннюю? Мудацкие кости будут на месте, так сказать. Трактирщик сказал, что ты играл в кости с Рыком. Ты знаешь, Рыка? Тогда тебе стоит выпить с нами. Я с удовольствием. Спасибо, но я бы предпочел узнать, что случилось. Можно бухнуть с мужиками, с работягами, а он сразу к делу переходит. Ну что за человек? Ты нетерпелив, не так ли? Мы можем отвезти тебя к нему прямо сейчас, если хочешь. Тогда показывай дорогу. Давай же. Приятные ребята. Они предложили нам выпить, и теперь познакомят нас с раннююком, не задавая никаких вопросов. С нетерпением жду встречи с ним. Похоже, это будет приятное задание. В башке дадут и отберут гроши. Ведут-ведут в какой-то свинарник, чтобы трахнуть. Так где же он? Где же он? Я не понимаю. Что с ним случилось? Мы встретили этого Рая в Поке. Мы даже одолжили ему денег, когда у него не было денег на игру. Он поклялся, что вернет нам долг. Потом мы встретились здесь и еще немного поиграли. Рай продолжал проигрывать. Что он с ним сделал? Когда стало ясно, что у него нет возможности расплатиться с нами, мы начали наблюдать за ним, чтобы убедиться, что он не сможет убежать. Он начал ныть о том, что ему нужно пойти посрать. Мы не хотели смотреть, как он обосрался. Поэтому мы отпустили его и сказали, что будем ждать у сортира. Ну, блин, я помню, на ютубе смотрел историю бандита. Там канал, короче, чувака, который был раньше бандитом и наркоманом, а сейчас просто в деревне живет, свиней пасет. И он рассказывал, как он случайно трахнул телку какого-то авторитета в каком-то городе, типа Балагова. И типа, ну, во время секса они там ели курочку гриль, еще что-то. И когда он вышел просто перекурить, подъехали братки на машине, запихнули его в машину, ударили по животу, и он обосрался. Короче, они его выкинули, не стали убивать. Говорит, а если бы не обгадился, наверное, убили бы, в лес вывезли. Но ублюдку пришла в голову идея сбежать в другую сторону. Ты имеешь в виду, Черис? Но я думаю, что это было глубже, чем он думал. И он так и не вышел. То есть он сейчас находится в говняке, так сказать. Я его вытащу, сколько вы хотите, видимо, чтобы вытащить его. Я даже никакого рыка не знаю, забудем. Сейчас я вам жопу надеру. Я вытащу раньяка. Этот его лук должен стоить приличных денег. Тогда прыгай в воду. Не совсем в воду я. А, нет, это сливная, типа, сливная говноболоса. Жизнь настоящего среди... Хорошо, это должно быть он. Вот оно что. Наконец-то. Бедный Генри. Это отвратительно. Я не думаю, что они заслуживают... Зачем он его на плечо так закинул себе, тащил бы за ногу? О, блядь. Не бойся. Пощупай вокруг. Эй, куда ты идешь? Еще и глумец. А теперь принеси нам лук. Я не отдам его тебе за то, через что мне пришлось пройти, чтобы найти его. Это скорее утешительный приз. Ты что, с ума сошел, пробираясь через дерьмо? Отдай его мне. Приди и возьми его. Парни, зажмите носы и побейте его. Так, ну, боевка как была восхитительной, похожа, так и осталась. Дету стремится привнести уникальное сочетание реализма и веселья в каждую часть игры, в том числе и боевые действия. Ну, хорошо, что там был изи-мод в плане бесконечного парирования. Я надеюсь, здесь так же будет. Наша боевая система основана на настоящих средневековых боевых искусствах и техниках борьбы. Главное, захватывающие и... Посмотрите на позы, которые они принимают. Особенно тут чего-то справа. Ну, сразу предупреждаю, ребят, это боевка. Кто не играл в первую часть, эта боевка далеко не для всех. Кто дошел до того момента, когда дядя какой-то учит вас парированию, ну, сразу просекали фишку, что все стало однокнопочным абсолютно. То есть ты парируешь, бьешь голову, ты парируешь... Это можно убивать сколько угодно врагов. Тогда да, тогда игра как бы... Ну, ты как бы скипал все эти душные бои, по факту, просто одной кнопкой. Но если играть как бы по РП, там, стараться что-то разбираться в этой системе, это вообще полный говня. Ой-ой-ой-ошеньки, ой-ой-ой. Кстати, расчлененки не хватало в первой части, но тут, видимо, тоже ее не будет. Он тут попал все равно с красивым добиванием. Вот так вот, пацаны, за лук какой-то говна. Можно уйти до того, как кто-нибудь заметит новые трупы и начнет расследование. Что это? Я наступила в дерьмо? О, это всего лишь ты. Ну, придется мыться, похоже, почаще. Иначе люди будут воспринимать вас как ванамаса. Но я сделаю это прямо сейчас. Как доказала эта прекрасная леди, мир реагирует на ваше поведение, внешний вид и даже запах. Я нашла тело. Пора исчезнуть. Чтобы как следует смыть следы нашего утреннего прекращения, давайте посетим лучшую ванну в округе, которая находится в невеликом городе Кутенберг. Сам Кутенберг. Говорят, от самой большой реалистичной город видеоигры. Центральный Банк Королев. Место, куда люди всех мастей приезжают в поисках бог... Блин, ну какая смута, ребят? Вы о чем вообще? Это, блин, произведение искусства, а не игра. Я уже не знаю, я не могу дождаться февраля. Да и опять нажмите, какой-то ухран электричество урубанул на общем щитке. Я не успел его поймать, к сожалению, спросить, зачем он это сделал. Возможно, он еще раз это провернет. Уезжаем мы в город. Часто вам предстоит раскрыть. Да, так вот, симуляция города в первой части была одной из лучших. Пусть и маленького. Он прям действительно казался живым. Ты... Блин, что я за хуйню включил? Сейчас, одну секунду. Это не тот монитор. Бывает, это жизнь малая. Иногда ты ошибаешься, иногда другие. Не поддаемся на провокации. Так вот, в первой части города был максимально живым. Там была прям реально симуляция жизни и было чем заняться. Не только в кости поиграть. Можно было и пиво попить, и в баньку сходить, и воровством позаниматься довольно угарно. Это было круто. Не тусуйся, боярин. Всем не бывает. На словах-то все герои, а когда дело доходит... Крем Сэндвич, кстати, сказал, что он не имеет никого отношения к этой игре. Его подставили, заманили. Когда увидел, наверное, как она выглядит на релизе. И что из себя представляет. Сказал, что он просто мимо проходил случайно. Красиво сделана вот эта заставка. Вообще очень красиво. Карта довольно красиво сделанная. Ладно, хорошо. Если Алине Рин понравилось, как все красиво сделано, то значит все было достаточно-таки красиво. И в принципе... Но я все-таки должен сказать, что, посмотрите, здесь намного красивее. Посмотрите, как красиво. Буду с тобой. Красиво. Посмотрите. Сейчас внутрь зайдем. Ой, как красиво, пацаны. Я даже не знаю. Я не уверен на 100%. Либо... Научи меня пердеть. А если не научишь, по уху получишь. А если... Ну, типа... Вот это... Как вы считаете, это была загрузка, вот эта анимация открывания дверей? Или это на самом деле просто можно зайти вот так вот и без загрузки? Вы представьте... Вы представьте, что было бы... Если это была бы игра от Тодда Ховарда. То есть мы бы секунд 15 еще смотрели, как свиной рыло крутится, типа загрузка. А тут бац, и красиво-то как красиво. Что я могу для тебя сделать? Много чего. Вонючка, кстати, она сказала. Мне нужна горячая ванна и мои вещи постирать. То же самое, только еще и подлечиться. Я хочу, чтобы у меня... Ну, этот вообще, мне кажется... Я к Мелу с большим уважением отношусь, но он, мне кажется... Не совсем понимает, о чем говорит он. Как будто бы грядит. А также полное обслуживание. То есть, понимаете, ну, это как бы... Чтобы попарили, так сказать, по полной. Как с птачиком тогда. В приятной компании. Я с удовольствием заплачу тебе. Ты, конечно же, не пожалеешь об этом. Мои летучие мыши первого класса. С этого и начался ковид. Теперь, когда мы все... Привет, Мед. Вырос на твоих обзорах Пико 3 и Золушка Непорочный Сон. Будут ли еще подобные шедевры? Нет. Нет. Я не знаю, кем надо быть, чтобы спрашивать 2024-м об обзорах. То есть, ну ты... Проснись и пой, как бы, уже в другие времена давно. Ну, а я так понимаю, имелось в виду не летучие мыши, а Best Girls, типа банщицы. Ну, вы поняли, да? И вот они как бы... Крыпппыли. Давай прогуляемся по городу. У всех жителей есть свой распорядок дня. Учтись, Тодд Говард. Ведь когда-то и в твоих играх у людей был распорядок дня, да? Он был всратый, они просто крутились на месте, но хоть что-то делали. Вы играли в Старфилд, блядь? Я поверить не мог своим глазам, что там люди 24 на 7 стоят на одном месте. В 2024 году, кроме тех уродцев, что ходят и пугают тебя по округе. Ты говорил, что тебе Старфилд понравился. Да я это просто так говорил, чтобы хоть какой-то контент завести против Вилов Геймса, который наоборот защищал Старфилд. Старфилд. Слушайте, ну в русской баньке-то на самом деле не то, чтобы прям очень жарко, если сильно не разгонять. Типа она вроде как, ну, такая бывает, модерируемая, типа. Если не любишь прям ультра-жару, поменьше просто подливай. Ну, конечно, если ты с другими мужиками, то начинается вот это, давай еще, еще, пока уж там кожа слезать не начнет. Главное отшлепать своего друга как следует веником. В этом есть какая-то сублимация, знаете. Тип того, да. Блин, как, как, как смешно. Купцы, шлюхи, солдаты или палачи. Главное, что шлюхи есть. Идут на работу, а когда рабочий день заканчивается, возвращаются домой к своим семьям. Кстати, видно, что город реально, так сказать, жемчужина империи. Для 1400 года здания достаточно такие впечатляющие. Или в таверну к своему пиву. Ты что, свистишь мне? Я пойду в таверну к своему пиву сразу. Цель ККД2 создать уникальный реактивный и правдоподобный мир. Что бы ты ни делал в... Что реально с БПМ случилось? Что они с глазами? В роли Генри это будет иметь последствия, и ты их почувствуешь. Ты слишком долго торговался с зеленщиком из-за цены на его капусту. Что же, теперь он разозлился. И ты можешь забыть о какой-либо продаже. Нееет, как так? Я всегда мечтал купить капусту по более выгодной цене. Бля, вы посмотрите, какой графон. Исдец, как круто это все выглядит. Это вам не эти унылые избушки из Ведьмака третьего. Какой масштаб? Вот самое, знаете, что хорошее в играх, где есть открытый мир? Это когда соблюдается масштаб. Когда ты можешь чувствовать себя человеческого роста. Потому что обычно ты как какой-то гулливер в стране каких-то лилипутских домов. Как в доме Фландерса. Вот у Юбисофта раньше хорошо получалось. То есть идешь по городу и прям чувствуешь, да, там просто коробки. Но они хотя бы, бля, адекватного размера. И это не часто встречается. Рокстары грешат тем, что у них какие-то здания мелкие. Про Ведьмака вообще молчу. Это даже выглядело смешно. Когда Ведьмак в них заходит, кажется, что он залезает в пещеры какие-то. Можно, конечно, сказать, что раньше строили, ну, не очень высокие дома. Но посмотрите здесь. Просто вот это. Вот этот переход с камня на дерево. Это же еще и Восточная Европа. Хоть это и часть Римской империи. Но, как я уже сказал, она не вся находилась в Риме. Она была большой. Поэтому она и была империей. Возможно, у нас никогда не умели делать такие пиздатые крыши. Но вот это я даже в своей деревне видел. Вот такие переходы. Вот, то есть, ну, это, я не знаю, как это называется, но... Такая. Вернись на минуту позже, и ты увидишь, как он с гордостью ее носит. Или убил мужа местного трактирщика. В следующий раз, когда ты пойдешь туда, она будет плакать перед своим домом, заставляя тебя чувствовать себя по-настоящему несчастным. В этой... Я буду по-настоящему счастливым. Я буду умываться ее слезами. Я до сих пор помню, как в четвертом фалаче я убил каких-то оленей. И там ходила баба, ворчала, где ее любовник, где ее муженек, блядь. По версии, мы будем играть за добросердечного парня, за исключением концовки и предупреждения о спойлерах. Но игра позволяет подтолкнуть Генри к любому поведению, даже самому мерзкому. Ну, покажите, что он залезет в тракте, это он уже каст, чтобы посеять хаос в городе. Опа. Ну, это злодейство жесткие просто. Для человека, у которого уровень интеллекта 15 и такой же возраст. Развлекаться просто бегая, стреляя и пиная куриц. Эй, ты что, забыл где-то свою одежду? Я. У твоей матери дома, когда трахал ее. Вау. Ладно, беру свои слова назад. Это уже... Ну, типа, это даже уже не просто ожидаемая игра. Я ее, блядь, сейчас нахуй добавлю, блядь. В корзину и оплачу, так сказать. Я не знаю, где я буду в феврале следующего года, но, блядь... Я обязан в это поиграть. Всегда мечтал о таком диалоге. Это настоящий RPG, малые. Бэм. О, нагиб. Это была всего лишь небольшая закуска. А теперь я снова проголодался. Так что, я думаю, пришло время для следующего блюда. Что скажешь? А теперь вернемся к нашему хорошему парню Генри. Так. Добивание-то сейчас не хватало. Пожалуйста, добрый человек. Блин, в третий, наверное, еще завезут и расчлененку, наконец. Как-то все постепенно идет. Нужна помощь. Это яркий пример случайной встречи. Да я бы ему не стал помогать. Смотрите, вот у людей с такой внешностью всегда какая-то... Какой-то камень за душой. Не-не-не. Надо осторожнее. Что тебе нужно? Я что-то потерял и не могу найти ни за что на свете. Ранец. Я положил его сюда на мгновение, а теперь он исчез. Где он его положил? Где-то здесь. Я позаботился о том, чтобы он не был на виду. По крайней мере, я думаю, что сделал это. Достаточно одного мгновения, чтобы все разрушить. Кто-то, должно быть, стащил его у тебя. Если я не найду его, мне конец. А теперь подожди. Подожди. Что ты делаешь? Ну, надо сказать, квест просто великолепный. Даже не знаю, что тут еще сказать. ГГ стал более уродливым. Да он, не, он всегда был какой-то несимпатичный. Здесь он хотя бы повзрослее выглядит. Ну, то есть он возмужал. В первой части он был прям, ну, типа, попущим каким-то. А сейчас он хотя бы, ну, видно, что уже поднялся немного. Типа подрос, так сказать. И уже можно представить его крутым рыцарем, так сказать. Ну, конечно, не самая удачная внешность для главного героя. Я уже говорил, что Kingdom Come был бы намного пизже, если бы здесь можно было создать внешность и персонажа. Причем это ничего бы не поменялось в самой игре. Ну, типа, какая разница? Ну, в целом, на самом деле, как бы, в первой части было такое, что вначале тебе это раздражает. Типа, ну, как-то, не знаю. Вот вначале он меня прям калил немного. По мере прохождения, ближе к концу игры, в момент его приключений всех ты как бы начинал уже проникаться героем. То есть и все вот эти его там пьянки, гулянки с друзьями, с птачиком, тренировки. Как он трахнул Милфуэта, это вообще, блядь, это, наверное, один из самых запоминающихся моментов. Ты как бы, ну, начинал потихоньку уже, типа, присматриваться и даже видел какую-то харизму в нем. Так что, может, это и неплохо. В целом, было бы прикольно за своего персонажа играть, но нет так нет. Этот, на самом деле, достаточной степени приятный в конечном итоге. Хотя на любителя, конечно. То есть кому-то, может, и не понравится. Все-таки лицо у него такое специфичное. Похож на какого-нибудь чувака из Винницы, не знаю. Отдай это прямо сейчас. Нахальный хулиган. 50 грошей? Это стоит, по крайней мере, объятий в бане. Хватит. Я так и знал, что он стащит кошелек. С меня хватит. Я? А теперь верни это. Все, что ты у меня украл. Да? Это все, что у меня есть. Можно мне, можно мне пойти сейчас? Отвали. Ты ведешь себя как ребенок. Иди посвясти где-нибудь в другом месте. С нашими грошами, вернувшимися в нашу... А почему ей нельзя ответить, что я мамке, ее мамке в пи*** посвящу? Не, на самом деле, что-то похоже было в первой части. Давайте пойдем к торговцу, чтобы запастись едой, продадим лук ранека и отправимся на поиски второго человека из нашего списка. Блин, торговля за качан капусты. Я хочу это увидеть. Когда ты пытаешься предложить свою цену. А с тобой спорят. Какой кайм! Да если бы главный герой был похож на Брикоткина, ты был бы рад. Конечно. А кто был бы не рад? Покажите этого человека моего обоссым. Хотелось бы видеть вообще хоть в какой-нибудь игре Брикоткина. Так-то, если задуматься. Хоть в какой-нибудь. Но пока этого еще не произошло. Может, я сделаю. Но надо, наверное, у самого Брикоткина спрашивать разрешение. Так, ну что ж. Магазин. Нифига себе, посмотрите, какое оно, а. И только след от поноса на ноге выдает в нем человека слабого и неуверенного в себе. Свежий бекон это хорошо. Но опять же, он долго не пролежит у тебя в инвентаре. А если у главного героя была бы внешность Вихарькова, ты бы довольно урчал. Нет, Вихарькова вообще нельзя. Все, Вихарьков запрещен в интернете с этого дня. Он становится персоной нон-грата. Он отравляет воздух для всех. Для длительных путешествий всегда лучше брать сушеную еду, так как она не портится, и ты не рискуешь заболеть от протухшего бекона. Чуваки, ну это уже было, как бы, это даже трудно, ну, странно, что они об этом вообще говорят. Там может быть что-то ценное. Ну как? Нихера у тебя залупа. О, бля. Я могу донос, кстати, достать кончиком языка, но я вот его уже показывал. Это, кстати, полезный довольно навык для мужчин. Когда вырастите, поймете почему. Чтобы доносы писать. Нет. А, доносы-то, я понял. Повернись и убирайся отсюда немедленно. Хорошо, я так и сделаю. Мы должны выслушать мистера Мальбора и не провоцировать его. Но, учитывая его угрожающий тон, он, должно быть, охраняет... Блин, какой лес в этой игре. Вот кто-то, наверное, может подумать, что это просто стена, типа, невидимая. Ну, такая, точнее, видимая в виде леса, но нифига. Это обещание, которое мы не можем оставить. Можно нырять прямо туда и... Это пи***ть лес. В первой части просто невероятно. Переоденемся во что-нибудь более тихое и ненадолго снимем кольчугу, чтобы не греметь по всему лагерю. Так, так, так. Это единственная игра, в которой хочется играть по стелсу, чтобы не активировать боевку. Я серьезно. Я ненавижу, блядь, стелс. Но в первой части я часто к нему прибегал, просто чтобы не драться. Алхимическая лаборатория, конечно же. Эй, Пинкман. Это оружие. Черт возьми. Погодите, откуда он знает, что в алхимических лабораториях работает Пинкман? Как вы можете заметить, щитов очень удобно, когда вы носите с собой только короткое оружие, но он старый, конечно, не наступен. Но мы справились с этим достаточно хорошо. Давай попробуем увернуться и сразу же напасть на него. Но, возможно, это предок просто. Вот так, Генри. Да, оружие и щиты могут развалиться во время боя, если они достаточно прождины. Это вот пипец, как не хватало. Так что всегда стоит заботиться о них. С этими щитами и тыканем в них, это просто был... Но самое главное, что синий щиток возникает, в этот момент надо Q нажать, как бы, и все. Марси. Наконец-то победа. А теперь что нам с... Это что, консольная версия? А, нет, это отвал. Ты никуда не уйдешь, пока я не скажу. Дай мне жить. Дай мне свое оружие и вали. Отдавай все. Ну, это то же самое, что и в первой части, когда противник падал, то есть его можно было добить, обчистить. Отдай мне все, что у тебя есть, и я отпущу тебя. Хорошо, только не торопись. Просто отпусти меня, и я отдам тебе все. Ты обещал освободить меня. А теперь сдержи свое слово. Если вы перемотаете немного назад, вы даже увидите, как он отдал Генри его красные туфли. Но для него все могло бы обернуться гораздо хуже. Красные туфли, чуваки, красные сапоги, которые мне обещали еще в Ведьмаке третьем. А да. Сохрани свой шнапс. Классическое зелье периода, с помощью которого вы сохраняете игру. Это стоило трех убийств, в отличие от Лука. Они все-таки оставили этот шнапс, только нытья было в интернете по поводу этого шнапса сраного, и они все равно его оставили. А теперь вернемся к рекрутинговой кампании. Второй человек в списке по имени Ада якобы плохо себя вел прошлой ночью в этой деревне, и по слухам его застукали с женой мясника. Блин, нашелся, в кем трахаться, мне кажется. Жена мясника, это даже звучит так, как будто тебя повесят рядом с этой свинюшкой. Добрый вечер тебе. Это жена мясника? Как бы самому ее не трахать. Лохчу кое-кого, и трактирщик сказал, что ты, возможно, сможешь помочь. Это так? А кто это? Странствующий наемник. Он иностранец-поляк. Тогда тебе лучше поторопиться. Мой старик хочет убить его. А, это дочь, мистерка. Почему он хочет его убить? Потому что он упрямый дурак, который не дает мне объясниться и верит сплетням о своей собственной жене. Тогда успокойся и расскажи мне, что случилось. А, она своего мужа называет стариком. Что такое? Тоха? Логвинов? Где-то рядом? Ничего не случилось. Я имею в виду, что не то, чтобы поляк не был заинтересован. Он всю ночь смотрел на меня в трактире, но я избегала его. У него синяк под правым глазом. Мне очень жаль, но я не мог помочь, но заметил. Это синяк от мясника? Он не хотел этого. Он просто не знает, что делает, когда сердится. Блин, я думаю... Слушайте, ну в 1300 году, я думаю, что синяк не обсуждался бы вообще в данной ситуации. То есть странно, что Генри это вообще озаботило. Вот, держи. Зелье от боли. Оно должно тебе быстро помочь. Спасибо. В итоге окажется, что это какая-нибудь перекись древняя, и она просто глазу ее приложит. Жестокий наем, деревнивый муж, избиватель за деревней не могут закончиться хорошо. Чисто так поровну, пока муж занят. Мольца, мольца. И то, с чего мы и начали, так сказать. Жесть он мерзкий, кстати. Я бы даже его деф не стал вешать его, пацаны. Могу тебя высушить. Морды какие-то неприятные. Странно, я вроде польского не знаю, но примерно понял, что он сказал. Как-то... Подожди. Остановись. Так. А то ты закутас. Не, не останавливайся. Оставь его в покое и развяжи. С чего бы мне это делать? Ты знаешь, что сделал этот ублюдок? Если ты говоришь о слухах в деревне, то это всего лишь слухи. Ничего. Он взял, что это всего лишь слухи. Барби всегда говорят, что это всего лишь слухи. Ты не знаешь, о чем говоришь. Этот сукин сын обесчестил мою жену. Мою Эвру. Он должен быть рад, что мы всего лишь повесим его. Будь моя воля, я бы еще и кастрировал его. Так, погодите. Ты зачем женщину бьешь? Я тебе руки переломаю. Он принадлежит какому-то лорду. Мне тебе ничего объяснять не надо. Ну, короче, это хуйта. Потому что нет самого правильного варианта. Типа, вешай его, мне поебать. Вот РПГ современные, они всегда не докручивают выборы. Лучше вообще тогда никакого выбора. Показали бы просто кинцо и все. Первый Kingdom Come тоже этим грешил, на самом деле. Там бывали хотя бы моменты иногда, когда можно было... Добрый вечер, Илья. Будьте добры и поздравьте меня и моего друга Птачика с помолвкой. Нам будет трудно в 15 веки, но ты нас вдохновил и мы решились. Поздравляем, поздравляем. Как будет Гойда на чешском? Гойдочка, наверное. Не знаю. ...на лице своей жены. Это не было случайностью, не так ли? О чем ты говоришь? Бля, предъявы офингали жены в 15 веке. Вы вообще соображаете, бля? Я не удивлюсь, если в финальном релизе жена станет афроамериканкой. Ну, то есть это какой-то абсурд, блядь. Я даже не знаю, как это комментируется. Ты поднимешь руку на беззащитную женщину, но тебе нужна целая банда, чтобы сразиться с мужчиной. Ты думаешь, что можешь оскорбить меня, не так ли? Это как будто из Ведьмака какая-то сцена, малый. Я даже не знаю, что сказать. Следуйте за обоими извилистыми путями. Терпи, родной, терпи. Виси, родной, виси. Он уже, знаете, врывается на пятерых, типа, никак они, блядь, не научатся. Так, а если я не успею их раскидать, пока он там болтается? Что же, по крайней мере, теперь Ева сможет найти кого-нибудь получше? А, ну окей, все. Вообще кайф, Ева будет довольна. Теперь ни любовничка нет, ни мужичка, блядь, который ее мясник, между прочим, неплохо ее обеспечил. Вот она кайфанет с новостей, что этот придурок всех забил. Ну, любовничка, видимо, все-таки вытащим. Но я убегу. Пусть висит. Серьезно, блядь. Я чувствую себя довольно голодным. Бля, можно орать страшные фразы в стиле папани. Классик, мужики перебили друг друга из-за женщины. Есть такой. Блин, скорее бы февраль. Я торопиться не буду его снимать. Более того, я вообще его не буду снимать, если будет такая возможность. Хотя в играх этого чувака, может, будет во всю надпись, надпись, это, то ли мертв, там, начинай заново. Да не должно быть так. Да курва, Бобер, курва. Я правильно понимаю, что когда они будут говорить на романском, они будут говорить на английском. Типа, те, кто крестьяне, которые только по-польски базарят, вот такая ахинея будет. По-чешски, точнее. Какая ты хочешь знать, кто я такой, не так ли? Я Генри. Илюх, а где кресло БНВ? В сервисе. А то, кстати, сломалось. У него подсветка глючит начала. Но нет, просто... Это оно же, я его просто накрыл чёрной простыней, потому что она на хромаке глючила. Генри. Меня послал сухой дьявол. Он ждёт тебя в логове дьявола. Так ощущение, что в том языке есть только одно слово, курва. Как ты и сказал, в логове дьявола. Вот где все мы должны быть. Иди вперёд, я встречусь с тобой позже. Что за день, Генри? Ты молодец. А теперь иди найди кровать, поверь, и приготовься к новым историкам. Ради шлюхи. Я постараюсь отыгрывать нормального человека, ребят. Насколько это будет возможно? Может, будет каждый раз гореть, когда нельзя. Приготовьтесь к новым захватывающим взглядам на это средневековое приключение на нашем пути к релизу 1120-го. Ну, чё я могу сказать, то же самое говно вообще, блядь, один в один. Я разницы между первой и второй игрой не заметил. Я вообще не увидел никаких различий, только город стал больше и краше. Ну, на микрофоне не... Да такое же, по сути. Даже баги те же самые. Вообще та же самая игра, тупо просто продолжение и всё. Никаких новшеств... Ну, понятно, что всё... Всё подкрутит. Понятно, что всё подкрутит, как бы. Там, типа, механики городские, там всякие развлечения. Может, помимо костей ещё какую-нибудь игру завезут. Домино, например. Но по факту всё то же самое. Ну, на этой презентации показали максимально... Ну, знаете, когда ваша игра — это унылая говнина на 100 часов страданий мудовых в Средневековье, то надо показать что-нибудь, что понравится шоколате, которая тоже будет игру покупать. Они опять на консольках купят, блеванут, что там 10 фпс. Но надо продать же Гоэм. Поэтому показали пиздиловки какие-то нелепые. Говно там, труп из говна достать. То есть, ну, как в первом трейлере первой части был тоже там, как калом стены закидывают. Иначе игру не купить никто. Ну, в общем, так. Нормально. Первая была крутой. Нужно было просто сделать продолжение. Они его сделали. Но чё-то крышесносящего я не увидел. Ну, получше. Это будет что-то ценное. Травы стало больше. Посмотрим, как на релизе будет. Будет чистая поляна. В целом, даже не знаю. Типа, ждём. Меннивей. Да даже если бы они вообще ничего не показали, я бы всё равно его ждал. Здравствуйте. Добро пожаловать в Готики. Вот это типичный фанат Готики, ребята. Если ещё сразу говорю, вот так они и выглядят. В Европе те, кто фанатеет от этого говна, они выглядят именно так. Ему даже дали. То есть, это какой-то, видимо, легендарный немецкий летсплеер. Типа, немецкий купленов. Вот ему типа дали доступ часовой. Только у него это было. Мы снова внутри, ребята. Я нахожусь в какой-то маленькой будке здесь, в ТК Нордик. Они окружили меня. И я впервые... Ну, неудивительно, что от них, наверное, только маленькая будка и осталась. Хотя нет, это же издатель другой. В готическом времени. Потом я ещё спрашиваю, почему люди просят у меня Ризина? Когда я понимаю, что фанаты всего этого выглядят вот так, у меня уже никаких вопросов. Мы играем Нириса, которого вы, возможно, знаете ещё по болотному лагерю. Он новичок. Всё это происходит за два года до того, как нас отправят в шахтёрскую колонию в качестве безымянного героя. Ну, судя по тому, как он хорошо знает лор, он даже, наверное, Forsaken Gods проходит демонстрацию. Как и... Да, забавный фаж, игра будет полностью модифицируемой. В демо вы не поиграете и не увидите знаменитого Nameless Hero. То есть мы, я так понял, играем за какого-то рандомыча. Она всё ещё жива. То есть, пожалуйста, проверьте это. Пожелайте этого. Да, это явно не Нирисфер. Если только вы не дадите на это основание. Обычно... Диего стал похож на Шона Коннери ещё больше. Илюка, привет. Не выходит. Посмотрим трейлер новых героев. Расскажи, как относишься к серии, есть ли истории из прошлого про героев. Я не играл никогда героев. Ты понимаешь, что играть не будешь в новых? Ну, оцени трейлер, пожалуйста. Нет, почему? Я обязательно буду играть в новых героев. Это шанс стать миллиардером и ездить на Мерседесе на 600 сил лошади. Я запущу и буду делать, что я олд, как бы. Но я просто уверен на 100%, что новые герои не взлетят. Все будут продолжать выиграть то говно, в которое они играют. Я героев не играл. Я играл в них на одном стриме, на 2 часа меня хватило. Я нихуя не понял абсолютно. Так же, как и в детстве, когда меня одноклассник себе домой позвал и говорит, бля, ща будем героев играть. Он включил это говно. Я просто смотрел на него как на долбоюб. Говорю, у тебя нет нормальных игр. То есть, ну, я реально не понимал все эти стратегии. Меня это всё раздражало. Я тоже самое, кстати, сказал и мужа, когда через несколько лет он мне показал первую доту в Варкрафте. Я говорю, бля, чувак, давай в Counter-Strike поиграем лучше. Что это за хуйня вообще просто, бля, вонючее говно. И моё мнение за эти годы вообще никак не изменилось. Я до сих пор не понимаю ни как играть в героев, ни в доту. Для меня это просто заунывная, занудная залупа. Хз, как ещё объяснить. Не знаю, ну, посмотрите на меня, да? Вот посмотрите на меня. Вот разве такой человек будет играть в героев? Вот этот вот на экране справа в углу, да, блядь, он будет. Вот тот, который только что появлялся на экране. Может и этот стал бы играть, но такие, как я, в такое говно не играют. Мы, блядь, умеем повеселиться, знаете, по-другому. Но в те годы я играл в Need for Speed, в FIFA, в Quake, в Counter-Strike. Бля, меня калачом не затянуть было играть в какой-то Warcraft, в Цивилизацию. Не забываем про готик. Про готик тоже не забываем. Готик всё-таки это другая история. Где-то ночью. Немного выпивки. Хорошо, давайте продолжим. У меня есть пистолет? Что это? Это то место, о котором я думаю, что мы находимся? Ну, это начало игры. Это может быть. Там, наверху. Барьер сверху. Это то, что мы увидели в первом трейлере, где был показан реальный игровой процесс. Дайвинг. Не совсем начало. Это вот после, по-моему, гоблинского лагеря, где ещё клад этого, где Диего лежал. Мурашки по коже. У меня действительно мурашки по коже. Чёрт возьми. Вы это видите? Нет, наверное, нет. Хорошо. О боже, это так много значит для меня сейчас. Жесть, он любит ходчиков. Кресты и статистик. Смотрите, он тоже держит это как придурок, нет? Ах вы, чёрт возьми. Да у него вообще нет никакого плана. У него даже нет последовательности ударов. Это то же самое, что и в гольфе. Ну, это надо посмотреть ещё, потому что всё-таки особенности того движка были такими, что там всё было настолько всрратым, что играть было просто невозможно. Это добавляло сложности. То есть тебя реально любой моб мог затыкать просто, потому что всё настолько, блядь, кривое. Там одно управление чё стоило. Здесь я просто вижу, ну, типа, графоний, анимации и всё остальное. Уровня Dark Sassi, блядь, а значит, ну и боёвка будет примерно такая же. Просто жмёшь левую кнопку и пиздишь. Сейчас уже невозможно сделать боёвку, в которой ты бьёшь, блядь, зажимая Control, блядь, и Strafe. То есть, ну, это, ну, нельзя просто, блядь, люди не поймут. Вот, даже если поймут, то охуеют по полной. Управление персонажем в Готиках классически упоминалось, скорее, какой-то симулятор, ну, как самолётом управлять. То есть ты, блядь, как-то всем телом по отдельности пятью кнопками управлял. Я сейчас не рофлю, кто не играл, тот не поймёт. Поэтому вы и безымянный герой. Можете ли вы представить, что я играл в эту игру? Давай поиграем более десяти лет назад, и, вероятно, был и есть прямо здесь. Теперь вы могли бы посмотреть в первой части, давай поиграем, как я здесь себя чувствую, вёл себя выше ворот. Сейчас пойду смотреть твой летсплей по первой Готике. Это дико, свежо. А мне почему не прислали? Я самый знаменитый фанат Готики, блин, в мире, наверное. Даже, наверное, лучше этого чувака, Шарю. Я все прошёл. Почему мне никто не прислал, блядь, часовую демку? Ну, выглядит, конечно, как полная говно. Хорошая грязь, здорово. Тут, я думаю, никто не будет спорить, типа, я имею в виду, что я, конечно, не ожидал, там, графики о уровне, там, или чтобы это выглядело как Elden Ring, там, хотя бы, или Wukong, но это выглядит как игра, как должна была выглядеть Готика тогда, когда она вышла. Третья, например. То есть, блядь, это прошлый век, ну, типа, откровенно говоря, год 2007. Выглядит великолепно. Нет. Мясные хлопы. Тупые свиньи. Ты рыбак? Вообще, честно говоря, блядь, почему вообще делают ремейк первый, Готики Чкал? Типа, там нихуя делать, улу-мулу искать, что ли, ну, там реально интересные только два часа первые, вот, реально, за всю игру интересные два часа, когда ты попадаешь в лагерь, все, больше там ничего нет. Вторая часть намного интереснее. Просто они сделают вот эту дерьмовую первую часть от ремейка, и все заглохнет, а ремейк второй мы еще хер знает сколько не увидим. Я бы расстроился, если бы я узнал, например, что делают ремейк первого Фоллаута перед ремейком второго, потому что я бы сразу хотел второй в первом мне хер делать. Так же и тут. Так оно и есть. Похоже на Ризин. Оно у меня есть. Вот я поиграл в Ризин буквально два часа на Сабде, и это похоже на Ризин. Два куска сырого белого мяса, хорошо. Я там так же бегал, за мной бегал какой-то чувак. Здесь есть что-нибудь еще? А Эликс? Ну, на, да, на что-то такое. Хорошо. Вот это у вас есть. Дерьмо. Это было так ужасно. Ну и чувак. Не знаю, чуваки, я вообще... Я нави... Я вообще ничего не узнаю. Какая-то просто... Выглядит как просто какая-то уродливая игра. Это было бы здорово. Не знаю, потому что тема так понравилась, то есть, ну, я не понимаю. Я ничего хорошего в этом времени прошел весь путь, но фанат в Готике другое мнение, но они странные люди. Я хз, то есть, что-то какой-то говняк, по-моему. Юджин, добро пожаловать на шоу. Да, спасибо тебе. Спасибо, что пригласил. Нет, честно говоря, это так захватно. Название прически. Я себе такую же хочу. Вот, как вы считаете, чья прическа лучше? Восточно-европейский стиль или просто европейско-американский стиль? Да про свою-то я молчу, я даже не причесывался уже, наверное, месяца два, надо в барби-шоп сходить. Я даже не знаю, что в барби-шопе сказать, типа, ну, типа, яблысел, сделайте это не таким заметным или че. Вот это вам больше нравится, да? Это сталкер ту в первый раз. Итак, здесь игрок выполняет свой первый квест, и у него есть сканер, устройство. На данный момент. И, в принципе, игру я жду. Поэтому я... Я постараюсь быть максимально объективным. И я могу сказать, что... Как здесь игрок выполняется? Вот это! Вот это вот. Вот. Обратите внимание. Ну, как же это у***щенно. То есть, выглядит все. Понимаете, сталкер у меня всегда ассоциируется с тем, что... Его ощущение от него, вот этот движок, пусть он там сделан ими самими был, и он какой-то был жутко нестабильный. Он производил какое-то неожиданное такое впечатление, вот, что даже спустя годы выглядит приятно. То есть, все за исключением, пожалуй, моделей персонажа, оружия и рук, что пофиксилось модами. Сам мир, как бы, до сих пор, то есть, графин реально на уровне. А здесь, это как вот типичная ебаная игра на вот этом движке, как вот Владик, блядь, или как он чернобылит, или еще что-нибудь. То есть, ну, все вот одинаковое. Вот эти, блин, иконки, ну, что это такое? Вот, если мне просто показали, искали, что это, я бы сказал, что это какой-то хоррор, блядь, из стима за 120 рублей. Только там такое можно увидеть. Выполняет свой первый квест, и у него есть сканер устройств. Смотрите на интерфейс, он просто отвратительный, вот, реально, в нем нет вообще никакой души. И что, если это удастся, это принесет много, очень много, скажем, денег, может быть, чего-то еще. Так что на данный момент игрок не знает, как... Скиф, я так понимаю, от Скуф по-украински. Да, да, и так, это группа бандитов. Они отдыхали неподалеку в своем лагере и занимались своими дерзкими кирпичными делами. А потом они увидели, что что-то случилось. Стена была разрушена с огромным шумом. Я ничего не могу прокомментировать, я просто ничего не вижу, чуваки. Почему так темно? Зачем такой именно эпизод выбрали? Итак, человека зовут Лебард. Попрятаться, тебе следует... А, ну вот, все-таки, все-таки какие-то остатки нашего, так сказать, олдового инвентаря остались. То есть, как бы, вот это вот выглядит кайфово, конечно. Ничего не скажешь. Напоминает инвентарь из знаменитой игры. Как она называлась, которую бурята запилили и закрыли через неделю? Я вообще ничего не вижу. Я даже время свое тратить не буду, блядь. Это просто прогулки в темноте. То есть, он реально 14 минут показывал темный экран людям. Не ху... Почему об этом никто не написал? Ну ладно, говорят, есть геймплей на светлом. Болото. Блин, зачем они на геймпаде постоянно записывают геймплей? Просто... Ёва. Неужели на мышах уже совсем люди разучились играть в наше время? О, пивко. Выпей пивка. Зачем поднял, если пить не будешь? Представляете, какие-то обрывы, склейки. Пивкаба. Мне нравится то, что в помещениях стало больше объектов. Я говорил, что для меня главный недостаток классических сталкеров, это то, что внутри просто вообще ничего нет. То есть, здесь хотя бы бочки какие-то. Если бы это был старый сталкер. О, кстати, да. Экипмент. То, зайдя сюда, он бы увидел просто голые стены и голый пол. Так. Заходит в церковь. Но церковь уже больше похожа на такую, знаете, локацию, в которой реально ничего кроме стен нет. Ну, хотя бы какой-то труппак. Такое ощущение, что детали вот этой, знаете, environment details в это дерьмо умеет только тот Говард. Больше, правда, он ни во что не умеет. Так. Ну, хоть лут какой-то есть. Такое ощущение, что это лутер-шутер этот. Точнее, лутер, а экстракшн-шутер, короче, пока. Типа, как вот эта вот китайская арена брейка. Так, собака. Пострелял, убил. С двух кулик. Тело. Перевязался. Кровотечение. Пропало. Так. Болт достали. Ищем артефакт. Ловим, ловим. Где он тут? Не показали. Ну, похоже на сталкер. Базару 0. Блядь, почему чувак, который играет, не может карту нормально двинуть? Ты дурак, что ли? У тебя 90% КПК занято, ёпта, лесом. Долбоёб. Блядь, покажи карту. Или это специально? Я знаю это. Есть. Он говорит, что наши братья разбросаны по всей зоне и потеряли память о себе. Болото, блядь, и лес, и всё. И всю игру приходишь, блядь. Он тоже не знал, кто он такой. Так, оно есть. Но это уже не имеет значения. Ладно, я как будто это. Думаю, что игра будет за***сь. Я передумал. Типа, мне сначала не понравилось, а теперь, мне кажется, будет хорошо. Типа, то же самое, что и в сталкере было. Просто дух. На Unreal Engine. С, наверное, не самым удачным интерфейсом. Но выглядит вроде неплохо. Делаем то же самое. Ходим, бродим по болотам. Типа, чё ещё надо? Как будто бы, вроде как, и ничего. Теперь ещё и в самих домах есть на что посмотреть. Какие-то пеньки с топорами. На ВСС на месте. Бам. Чё? Чё? Чё ты нахуй, блядь? Чё, чувак, не могу. Блядь! Чё-то поэтому нельзя играть в шутер с геймпадом. А что со сложностью будет для людей, которые всё-таки не настолько долб***бы там? Их вообще будут атаковать? Будут какие-то проблемы-то или нет? О, контролёр. Играет журналист. Первая локация чистого неба. Ну, тип того, да, тоже. Ну да, это она и есть, по-моему, на самом деле. Я даже помню точно такую же базу. Ну, я не могу сказать, что графин ебёт. Ну, типа, откровенно говоря, это вообще, ну... Как хант на минималках выглядит, чё-то такого типа, не знаю. На иксбоксе графин... Это на иксбоксе. На ПК-графоне другое. А, ну, кстати, ну да, иксбокс-то самая нищая консоль в целом. Посмотрим тогда. Ну да, точно, иксбокс. Хэу. Управление. Ой, блядь. Ну, он молодец, я думал, он не справится. Враг быстрый был. Блин, я не свалюсь, тот в прошуте. Я не переживу этого. Ой, блядь. Блин. Он продолжает воевать с этим котом. Гранату кинул туда. По-моему, ты его убил, чувак. Я не уверен, конечно. Вова Вист будет. Чувак, это отсылка к русскому стримеру. Как ты считаешь, будет там Вова Вист или нет? Я думаю даже, что отсылку к Алине Рин вырежут. Останется только потужность и чистота. Тем более, есть в интернете фотошоп с кепкой с этой, типа, и об черных списках на Миротворца. Хотя, безусловно, Вова Виста герой Украины, поэтому тут как бы, ну, своим героям надо отдавать, я считаю, почести по полной. Но думаю, что не будет. О, ВСС. Вот это точно ВСС. Но ВСС будет. Это уже 10 из 10. Как из актуального геймплея вышли, смотрите, как графика расцвела сразу, а? Кайф. Не, ну, блин, не. Я доволен тем, что увидел, на самом деле. Илья, ты придираешься к графину больше всех среди тех, кто пердел на стриме. Скажи, что сегодня эталон графина. Да не знаю я. Вообще ничего нет. Есть такая приставка... Бля, вот этот неудачный стоп-кадр. Как будто текстурки не прогрузились. Есть такая приставка Xbox Series S, по-моему, она называется. Она по железу, как Xbox 360. И из-за того, что, главное, били, блять, запрещает выпускать игры, которые на ней не выходят, всем, кто делает мультиплатформу, приходится делать версии для нее. А чтобы сделать версии для нее, надо делать игры максимально уебинскими. И стрёмными, как в эпоху Xbox 360. Поэтому сейчас просто нет ни одной графонистой игры. Вот и всё. Вот и вся история. Да, гаражи, как за таможней. Какой кайф! Да. Да, смотрю на это и прям жалко, что мы все разорсрались. Раньше мы топили за ваши игры, вы за наши. А теперь даже отсылка на Вову Виста. Принципиальная позиция. Отстой. Да, да. Ну что поделать. По поводу... Почему я про графину придрался? Потому что здесь ничего больше не увидеть в этой игре, в этой демонстрации. Стрельба с геймпада, ну как я ее могу оценить? Ну чувак просто жмет на кнопку, оружие пук. Выглядит уебищно. Возможно, когда ты будешь сам играть с манипулятора, который сделан для того, чтобы играть в него, ну с него в шутеры, то ситуация изменится, будет чувствоваться отдача, еще что-то. Если что, то, что у вас вибрируют ваши дилды, это не отдача. Это другое. Ну а так, как бы... В целом, как я уже сказал, в принципе... Ну блин, да на самом деле местами даже симпатично. Наверное, самый большой минус, мне интерфейс не понравился. Это вообще выглядело, как будто круто снял на улице дом. Деревня есть, Припять есть, как бы болото есть. Какие-то лаборатории есть, то есть, как бы хрущи есть. В хрущах есть комнаты, в которые можно зайти. Тут даже сохранилась советская мебель. Не то, что в первой части, где вообще ничего не было. Кто ты, дядя, написано, правильно? Отсылка к папичу. Правильно было бы написать на надо, да-да. Хочется как-то сагриться и все такое, но все равно... Все равно не получается, потому что, в принципе, это же сталкер. Он всегда был лучшей, наверное, компьютерной игрой после Фоллаута. Так что смысл агрится. Нормально, ждем. Версию, которую в БКПЛЕЙ будет продавать только, на всякий случай, будет покупать. Мало ли, че. Мэтт, здарова. Про Санвуканга уже спрашивали. Как графин тебе по увиденному? Вообще, есть ли мысли по игре? Вообще, никаких мыслей. Китайская игра про обезьяну. Этого, как бы, достаточно. Для меня лично, чтобы вообще ее никогда не запускать, даже не думать о ней. На Твиче ее никто не смотрит, она никому не нужна. Кроме, тут, китайцев, которые в нее играют. Ну, и стримеров, которые, я не знаю, зачем это делать. Может быть, Кси дал кошка жена. У меня вообще никакой мотивации даже потратить тенге на это нет. Ну, то есть, вот зачем играть в какую-то бродилку за обезьяну? Вот зачем? Что в этом интересно? Сталкер 2. Сердце Чернобыля. Это долгожданное продолжение, признанное критиками серии шутеров на выживание от первого лица Сталкера. Не знаю, кстати. Не уверен, что она была так уж хорошо признана критиками. Как бы, со временем она стала культовой, но я помню, как Номат, блядь, хуячила ей там по 30 баллов, блядь. В общем, посмотрели. Интересно, конечно, это все было. Пока отдохните. Аля. Аля. Екатерина, поздравляю вас с проведенной операцией по ликвидации опасного педофила Поднебесного. Блестящая работа. Идея с 15-летней альтушкой была хороша. И она это не поймать. Я даже у Арины ГП паспорт спросил.